Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Два человека погибли в результате ДТП на трассе Киев-Одесса в Ширяевском районе возле села Старые Маяки. 39-летний водитель внедорожника превысил скорость, не справился с управлением и сбил двух человек, водителя и пассажира грузовика, которые меняли колесо, припарковавшись на обочине. 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте, сообщили в пресс-службе облполиции. Еще одна смертельная авария произошла в Балтском районе. Минувшей ночью на развилке сел Евтодия и Мираны 53-летний водитель авто не справился с управлением и вылетел в Киевет. Водителя и его супругу госпитализировали, однако спасти жизнь мужчины не удалось. По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана, сообщили в пресс-службе облполиции. Россия вернула Украине три захваченных в прошлом году военных корабля. Это подтвердило командование военно-морских сил. К украинским берегам суда должны доставить буксирами за несколько дней. Пресс-центр ВМС Украины подтвердил. Украинские катера «Никопль», бердянский буксир «Ян» и «Капу» направляются в направлении материковой Украины. В понедельник утром они были переданы украинским военным в акватории Черного моря. Буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» сопровождают возвращенные судна. Относительно времени прибытия буксирного каравана с переданными катерами в Одесскую акваторию, мониторинговая группа Института черноморских стратегических исследований редакции Black Sea News и Майдана иностранных дел сообщает, в обратном направлении буксиры отправились примерно в 13.40 со скоростью около 7 узлов на расстоянии до Одессы около 300 миль. По словам морских экспертов, в акваторию порта они прибудут не раньше утра среды. Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в городе Одесса. Сообщение о минировании зданий поступило в полицию сегодня в 17 часов. Для проверки информации на места происшествий были направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели, сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области. Основная часть аппаратного совещания в городском совете была посвящена вопросам общественного транспорта и организации движения в Одессе. Говорили и о договорах с действующими операторами платных парковок. Операторы не выполняют взятия на себя обовязки. Так, согласно условия конкурса, операторы должны были облаштовать и ввести в эксплуатацию 34 майданчика для платного паркования. А было введено лишь 19. Кроме того, значительная часть паркоматов не работает. Для увеличения ситуации в городе в сфере платного паркования, пропонуем следующую модель, в которой коммунальное предприятие, где транспортный сервис, может выступать оператором майданчиков для платного паркования. Напомнили в мэрии и о том, что с 28 ноября на улице Решильевской заработает выделенная полоса для маршрутного транспорта. Фахистами Департамента транспорта, так и УСМЕ, организована смугу руху для маршрутных транспортных засобов по улице Решильевской, на делянке между улицей Греськой и Пантелеймоневской. Также вовчается возможность заповеджения смугу руху для маршрутных транспортных засобов в Киевском и Суворовском районных местах. В планах мэрии и новый велосипедный маршрут, который свяжет Фонтанскую дорогу и Таирова с центром города. Также фахистами Департамента транспорта пропонуются организовать велосипедный маршрут от улицы Довгой до парка Шевченко. Такая схема велосипедного руха может связать Фонтанта Таирова с центром города. Распочатать такой маршрут, уже возможно, от исчезающей велосипедной смугой по улице Довгой. И вернемся к ситуации на дорогах города и области. В Белгороде-Днестровском водитель внедорожника сбил двух детей на пешеходном переходе. Девочки-мальчик 4 и 3 лет вместе с родителями переходили дорогу по пешеходному переходу. Малышей госпитализировали. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили в пресс-службе облполиции. По факту аварии открыто уголовное производство. В Одессе в выходной день в аварии со скорой пострадали 4 человека. ДДП произошло на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского. 29-летний водитель легкового авто не пропустил скорую помощь, которая с проблесковыми маячками и звуковой сиреной совершала обгон колонны автотранспорта по встречной полосе движения. В результате столкновения скорая выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Травмы получили водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Пострадавших госпитализировали. Оба автомобиля получили механические повреждения. Также повреждены ворота одного из домов на Авдеева-Черноморского. ДДП на Старо-Портофранковской в понедельник вызвало затруднение движения в центре города. Столкнулись иномарка и трамвай. По словам очевидцев, водитель легковушки, сдавая назад, не заметил вагон трамвая и врезался в него. Люди в результате происшествия не пострадали. Но иномарку зажало между вагоном и припаркованными авто. Повреждены четыре машины. Рассказали в пресс-службе патрульной полиции. Льготы в форме наличных средств начисляются всем желающим на основании личных заявлений, которые необходимо подавать в органы социальной защиты. Там формируются реестры льготников и передаются в Минсоцполитики. В свою очередь, министерство направляет данные в Ощадбанк и переводит деньги на счет банка, указанного в заявлении. Пояснила специалист. Для того, щоб отримувати пільгу в грошовій формі, людина повинна була до 15 жовтня надати відповідну заяву, вказати номер рахунку в будь-якому банку, який вона для себе вибирає, а це 38 банків, визначеної в державі, або через поштове відділення за місцем проживання. Якщо людина не скористалася таким правом, то, на жаль, до закінчення опалювального периода пільга і буде виплачуватись тільки в безготівковій формі. Якщо у заискателя нет долгов, субсидія наличними виплачується на постоянной основі, пояснили в профільному департаменті. Людина може скористатися таким правом, але вона вибирає сама. Тобто, якщо людина вибрала грошову форму виплати пільги, своєчасно сплачує рахунки, немає заборгованості, то вона буде отримувати в готівковій формі постійно. Якщо ця людина буде мати заборгованість, то ми будемо переводити тільки на безготівкову форму. Якщо ви не успіли подати заявлений в указаний период, то у вас є можливість в безналичній формі. Іх будуть оформляти в автоматичному режимі. Для цього Ощадбанк буде ввести учет льготників і средств, поступаючих на счета для выплати льгот, індивідуально для кожного льготника. Затем ці средства будуть переводити на счета компанії, предоставляючих коммунальні услуги. Предполагається, що така форма начислення субсидій буде удобна прежде всього пожилым людям, привыкшим именно к такій системі. Получить субсидію налічними можна буде і в неотапливаємий період, розказала Єлена Китайська. Для того, щоб отримувати в подальшому, а це наступний вже неопалювальний період, людина надає заяву до 15 травня. І тоді можливо буде переводити її з безготівкової форми виплати пільги на готівкову форму виплати пільги. За неделю в Одесской області уровень заболеваемости острими респираторно-вірусними інфекціями вырос на 7%. Як уберечься от інфекції в осеннюю сырость? Об этом рассказали представители медицинских учреждений Одессы в ході пресс-конференції. Мне хотелось бы отметить, що на цей неделе ми регистрируємо пока тільки ще сезонний уровень заболеваемости. Хоча за неделю выросла заболеваемость на 7%. Причина роста заболеваний – шкільні каникулы, коли діти більше підважені риску. При этом до епідеміологічного піка пока далеко, считають специалисты. По всім нашим прогнозам, під'єм заболеваемости ми ожидаємо в декабрі місяця, т.е. в конце ноября, начало декабря, в декабрі. Люди, имеюючі хронічні заболевання, хуже всього переносять болезнь, говорить епідеміолог. Опасність сезонних вірусних інфекцій заключається в основному для піцентів, які страдають хронічними заболеваннями дыхательних путей, т.е. хронічним бронхитом. Потому що що таке респіраторо-вірусна інфекція – це острий бронхит. При возникновіні основних симптомів гриппа, головне вовремя обратиться к врачу, говорить специалист. По лечіню гриппа, якщо не дай Бог, у когось в службісті появляться такі симптоми, як обща слабість, розбітость, головна боля, головна боля – це ведущий признак інтоксікації при гриппі, болі в глазних яблоках, болі мышечні, якщо появляється сухой наційний кашель. Лечущий врач поможет справиться с последствиями інфекції. Найлучшою профилактикою обострення хронічних заболеваний дыхательних путей є все-таки правильна постановка діагноза і соответствующее лечение той болезни, которая так называемая базисна терапія тех заболеваний, которые є хронічними воспалителями заболеваний дыхательних путей. Однак лучший спосіб избежать сезонних простудних заболеваний – це іммунізція, считає спеціаліст. Зараз саме основне мероприятие, яке необхідно зробити – це іммунізція. Вакцина у нас є, і в аптечній сети, і кожна полікліника робить цю інмунізцію. Вакцинировання значительно облегчит ход заболевания, говорить доктор. Вакцинировання не дає гарантию того, що людина не заболеє, але якщо заболеє, то перенесе це заболевання легко. Все консультации по поводу вакцинації можна получить у лечащого врача, говорят спеціалісты. Дякую за перегляд! Сказала заміститель председателя общественного движення «Вера, надежда, любовь» Ольга Костюк. Согласно українському законодательству, в нашій країні є 4 вида домашнього насіля, сообщила спеціаліст. Це психологічне насільство, фізичне насільство, сексуальне насільство і економічне насільство. Якщо ми хоч говоримо про дітей, то я б окремо виділила таку форму насільства як булінг. Тому що вона дійсно є і вона актуальна. Наиболі уязвима категорія насілення – жінчини. Вони чаще всього сталкиваються з различними видами насіля, рассказыває Ольга Іосифовна. В першу чергу це психологічне насільство і я б відмітила таку форму насільства як фізичне насільство, бо воно дуже розповсюджене і в принципі більшість звернень – це щодо фізичного насільства. Причиной домашнього насіля є воспитання, уверена спеціаліст. По великому рахунку ми не завжди виховуємо наших дітей так, як повинні виховувати. І, по-друге, діти ж бачать все те, що відбувається в сім'ї і в подальшому цю модель поведінки, яка є в сім'ї, вона переноситься в їхні сім'ї. Тому ситуація така, яка є. В течінні долгого часу цей вопрос замалчивався, говорить Ольга Іосифовна. Ми говорили про те, що не треба виносити сміття з сім'ї, що це сімейні якісь проблеми. І тому не всі готові, і зараз не всі готові звертатися за допомогою. Не хочуть розповсюджуватися про ту проблему, яка є в сім'ї. Є питання щодо того, чи знають вони куди звертатися за допомогою, і чи вірять вони в те, що вони отримують якусь допомогу. Основання для недовір'я раніше були, признаєт наш собеседник. Коли ми говоримо про минуле законодавство з протидії домашнього насильства, то такої ефективної допомоги постраждали, насправді вона не була забезпечена. Зараз законодавство змінилося, вона більш жорстка до осіб, які допускають домашнє насильство, і звертатися треба. Представитель общественной організації, которая також занимається противодействием насилия, советують пострадавшим не замалчувати такі факты. Тому що насильство – це довготривалий процес, і в принципі, якщо воно почалося, то воно буде продовжуватися. І мати надію на те, що все зміниться, бо дуже часто із-за цього жінки і терплять, я думаю, що це не вихід з ситуації. Звертатися, звертатися в правоохоронні органи, звертатися в державні структуры. Получить допомогу можна в державні структурі, уверяє спеціаліст. Є консультативний центр, це денний центр, де вони можуть отримати допомогу психолога, юриста і порадитися, як їм далі бути. Крім цього, в місті Одесі за підтримки міжнародних організацій і мерії створено центр для постраждалих, жінок і дітей від домашнього насильства. І якщо потрібно піти з сім'ї, то деякий час вони мають можливість пожити в цьому центрі. В останнє часу Одеську область всколихнули случаи насилия над дітьми. Це побудило до створення центру опросу дітей, пострадавших від жістокого обращення, в тому числі сексуального. Для того, щоб їх не травмувати, бо раніше ми опитували їх спочатку у правоохоронні органі, потім прокуратура, потім в суді. І це наносило травму дітей. Крім того, вони повторяли багато разів одну і ту саму ситуацію. І деколи щось чули зі сторони, і вже потім не зрозуміло було, чи насправді вони говорять правду. Тому дітям не всігда вірили, констатирує спеціаліст. В цьому центрі працюють фахові спеціалісти, які знають, як опитувати дітину, як правильно задавати питання. І це опитування записується на аудио, відео, носії, і потім воно може використовуватися як доказова база в судах. Проблеми в отношіх дітей в школах требують особого внимання. Тем більше, що вони довго замалчивались, считає Ольга Іосифовна. Нам треба працювати і з дітьми, і з батьками, і з вчителями. І зараз, згідно законодавства, в кожній школі є відповідальна особа за протидію домашньому насильству. І цими питаннями вони повинні займатися. Виходом із сложившоїся ситуації в нашій країні специалість видит в тому, що кожен чоловік, який займається проблемою насилия, дозвінь бать відповідним, поскольку законодавство України во многих сферах неплохоє. Але воно не всегда виконується. І це також є проблемою, требуючою решення, констатирує Ольга Костюк. Кожен п'ятий українец съїжджає от родителей до совершеннолетия. 78% українців хоча б раз переїжджали от родителей. Із них 6% съїжджали дважды, а 10% вернулись. Чаще всего в 39% случаев меняють місто жительства в возрасте от 18 до 22 лет. Обучення і брак – топ-причини першого переезду. Должны ли подросші діти продолжать жить вместе с родителями или же лучше как можно раньше начинать отдельну самостоятельную жизнь, мы узнавали у жителей города. Мнення одеситів относительно того, должны ли подросші діти продолжать жить вместе с родителями і начать свою жизнь без родителей. Взрослые дети должны жить отдельно от родителей. Чтобы дети не мешали родителям, а родители не мешали детям. И чтобы дети начинали свою жизнь сами. Чего они должны жить вместе с родителями? Я не знаю, кому как нравится. Тогда меньше самостоятельности. Они могут и в 30 лет думать, что за них мама постирает носки, приготовится, берет завтрак на работу, еще и отведет за ручку туда. Я думаю, что они ничего не должны. Если есть возможность жить с родителями, то это замечательно. Если есть возможность жить без, то можно давать им свободу. Все зависит от ребенка. Главной проблемой, которая может возникнуть у молодых людей, которые хотят начать самостоятельную жизнь отдельно от родителей, в основном связывают с материальными трудностями. Только материальные трудности, мне кажется, могут быть у них. Всему можно научиться. Дети, выросшие в семье, знают, что такое семья, как строить ее. Единственное, что на сегодняшний день, я считаю, молодежи труднее, чем моему поколению. Потому что, в первую очередь, это трудности в покупке или в аренде жилья. Потому что это сегодня стоит дорого. А навыки у нашей молодежи, слава богу, жизненные. Есть они, передаются из семьи им. Так что только единственное, вижу, трудности. Молодежи, начиная с старта работы после вузов, допустим, если поженились двоем детей, закончили институт, он закончил. Если он не супер-айтишник или не моряк дальнего плавания, то на среднюю зарплату 10, 11, 12, 15 тысяч гривен купить жилье практически нереально. Учитывая расходы, если вдруг еще дети пойдут, плюс коммуналка, плюс покушать, плюс одеться, это просто нереальная цифра. Тем не менее, некоторые одесситы считают, что не стоит спешить бросать ребенка в самостоятельную взрослую жизнь, а стоит учитывать его готовность к этому шагу. Каждому свое. Если дети не могут жить самостоятельно, почему бы мы не жить с родителями? А если дети могут и хотят жить самостоятельно, пусть живут отдельно. Дело такое. В то же время есть и такие, кто считает, что ребенку все-таки стоит жить с родителями как можно дольше и образовать более тесные семейные связи. Я считаю с родителями. Объясняю почему. Потому что вырастают внуки, которые не знают своих бабушек и дедушек. Нет передачи знаний, нет передачи опыта. То есть, когда раньше бабушки лепили пирожки и учили своих внучек, когда родители были на работе, сейчас этого нет. Традиционная семья, когда все поколения, включая бабушек и дедушек, собирались за одним столом, уходит в прошлое. Молодые люди все чаще предпочитают жить отдельно. А вернуться обратно к родителям их могут заставить разве что материальные трудности, констатируют специалисты. Тем не менее, в нашем обществе ситуация, когда под одной крышей живут иногда несколько поколений, не редкость. О психологических аспектах проблемы отцов и детей и квартирном вопросе после новостей в программе «Тема дня» рассказывает кандидат психологических наук, бизнес-тренер Наталья Лебедева. Я знаю достаточно много примеров благополучных финансовых семей, когда родители могли бы даже по-хорошему скинуться и подарить молодой семье квартиру, но они этого не делают. Принципиально… Ну, здесь что, когда вы зарубляете, зарубляете, ты купляете, мы так уже зарубляли. Первый вариант, когда зарубляете и купляете, это гарный вариант. То есть, будьте автономными. Это хороший вариант, когда ты помогаешь человеку, да, там, птенца из гнезда выбрасываешь для того, чтобы он полетел. Помогаешь ребенку стать взрослым. Но есть другой вариант, и я другой имею в виду, когда родители на самом деле не готовы осиротеть. Живы ты тут? Да, и они не готовы помогать детям уйти, и даже ни морально, ни финансово. То есть, морально это сказать, нет, извините, но у нас вы жить не сможете, делайте, что хотите, найдите себе возможность. И тогда семья, если молодая очень мечтает жить друг с другом, они реально найдут возможность где-то арендовать, что-то сделать, чтобы быть автономными. Второй вариант, когда родители помогают. Но третий вариант, это когда они говорят, ну, оставайтесь с нами. И выглядит это как будто бы добро. Но это как раз причинение добра, потому что они реально причиняют добро молодой семье, который вынужденно теперь будет, вместо того, чтобы создавать свою семью и создавать свои договоренности и правила жизни, все делать сквозь призму родительского внимания и оценки. И это совершенно другая уже семья. И это как раз условия, в которых невозможно стать взрослыми. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.